Друзья, приветствую вас! Это вторая часть видео по модернизации моего двигателя. Рекомендую вам посмотреть первую часть видео. Ссылочка будет в первом закрепленном комментарии, либо в описании под видео. Эта часть у нас получается техническая, где мы вам постепенно покажем разборку и сборку двигателя. По ходу разборки посмотрим, что за 65 тысяч километров случилось с двигателем, в каком состоянии. И дальше поэтапно сборка нового двигателя. Как это было и что получилось? Приятного вам просмотра! Начнем, наверное, с каленвала, да? Начнем, да, скрывать карты. Каленвал имеет ход 88 миллиметров кривошипа, в отличие от заводского, который имеет 80 миллиметров. Соответственно, за счет большего хода поршня мы увеличиваем объем двигателя. Для этого мы также приобрели шатуны с ходом 146 миллиметров. Собираем со всего нового, не экономим на себе, так сказать. Поршня растачиваем под 82,4, потому что стандартный гранто-поршень. Гранто-поршень. Растачиваем мотор, соответственно. Под поршень. Под поршень собираем двигатель. То есть по низу у нас меняется коленвал, меняется шатун, меняется поршень. Это то, что у нас мы имеем по низу. По верху, по ГБЦ. ГБЦ это очень немаловажно доработать. Мы делаем портинг ГБЦ. Увеличиваем каналы, сглаживаем шероховатости. На стыках прокладок и коллекторов убираем все неровности. Плюс ко всему мы приобрели распредвал. ГБЦ 119-й ОКБ-динамика. Он имеет подъем кулачка впускного 11,9 против 10 с копейками у стандартного вала. Что нам это дает? Нам это дает лучшую продувку ГБЦ. Под данную конфигурацию, мы чуть-чуть попозже покажем, также я приобрел тарелки для распуска Procar 1,5 мм. Мы будем распускать пружины на клапанах. Для чего это делается? Во-первых, у нас сильнее будет нажатие клапана, соответственно, пружина будет испытывать большие нагрузки динамические, потому что она будет нажиматься сильнее, жесткость будет выше. Соответственно, будет нагрузка большая на газораспределительный механизм. И плюс ко всему есть вероятность встречи тарелки клапана с сальником клапана. Для этого распускается пружина 1,5 мм. Соответственно, мы сохраняем те же самые динамические нагрузки, то есть мы не увеличиваем износ и, соответственно, избегаем вероятности повреждения кромки сальника клапана. Плюс мы будем устанавливать разрезную шестерню для того, чтобы выставить рекомендованную фазу перекрытия 1,2 мм у данного распредвала. Соответственно, на видео я сниму, как с помощью индикаторов часового типа это все производится. Это тонкая настройка, потому что многие, с кем я общался, говорят, что да можно на глазок, можно просто по метке поставить. Кто моторы собирал, прекрасно знает, что Ниловский мотор, невозможно поставить метку точь-в-точь. Это будет либо ползуба вперед, либо ползуба назад, потому что точной регулировки нет. Для этого покупается именно разрезная шестерня для правильного выставления фазы перекрытия. Выхлоп у Виталия уже, я так помню, удален. Потализатор, да. То есть уже дышать машина будет свободна. Я думаю, что этого сечения проходного будет достаточно. Также, что мы сделали. Виталий приобрел Волга-форсунки, потому что у нас увеличится объемная эффективность мотора. Объем у нас будет 1,9 вместо 1,7. И родных форсунок, у которых где-то порядка 130 производительность, нам не хватит. Волга-форс, где-то, наверное, 192, если не ошибаюсь, примерно, производительность, их уже нам должно хватить на данный объем мотора. Соответственно, мы их установим и онлайн откорректируем работу мотора, потому что просто установить Волга-форсунки не получится. То есть онлайн настроим мотор, ну и потом уже Виталий все это дело опробует. Но я думаю, что останется довольным. Мотор, посмотрите обязательно первую часть видео. Ссылка будет в первом закрепленном комментарии. Василию передаю ключи. Сегодня 15 мая 2024 года. Виталий попросил посмотреть состояние двигателя. На данный момент пробег у машины 65 тысяч километров. Поэтому интересно посмотреть, в каком состоянии на таком пробеге мотор. То есть мы посмотрим состояние поршневой группы, состояние коленвала, состояние ГБЦ, распредвала и так далее. Посмотрим. Виталий ездит на масле. По крайней мере, посмотрим по частоте мотора, на наличии лаковых отложений и так далее. То есть будем все поэтапно разбирать, снимать. Сейчас мы вам раскроем бюджет автозапчастей, которые мы купили. Покупал Василий, так как он грамотный в этих делах. То есть коленчатый вал, если бы я купил, он бы у меня лежал долго, я бы не мог бы определить, он нормальный, ненормальный. Поэтому всеми закупками занимался Василий. Давай по ценам. В общем, мы купили мотор-комплект 1.9, который стоит на данный момент, актуальная цена, 42 тысячи рублей. То есть сюда входит коленвал, 146-е штаны и поршня. Также мы сюда купили распредвал, 119-й УКБ динамика, который на данный момент, актуальная цена, 14 тысяч рублей. Это на 15 мая? Это на 15 мая, да. То есть цены растут неумолимо. Также приобрели шестерню, разрезную на однорядную цепь. Это 2 тысячи рублей. Плюс Виталя привез форсунки. Волга-форсунки 107-е, Бош, растачивать блок. Будем делать портинг ГБЦ, убирать все неровности, шероховатости, ступеньки, совмещать коллектор с ГБЦ. Потом все это дело мы соберем. Я выставлю фазы разрезной шестеренкой. Именно по характеристикам данного вала перекрытия 1,2 мм поставим. Поставим данные форсунки и онлайн откатаем. Потому что надо топливные карты обязательно скорректировать. Потому что объемная эффективность двигателя у нас увеличивается. И плюс мы ставим форсунки больше производительности на 80 кубиков. Поэтому все это дело надо откатать, чтобы работало корректно и на полную мощность. Откатывать будем здесь же у тебя? Откатывать будем здесь у меня. Да, у нас есть настройщик Кирилл Иванов. С ним заранее все обговорено. Ну, то есть это процесс недолгий. Да, электронный блок управления у нас БОШ помог, да? И БУУ стоит БОШ, да. То есть мы его немножко подкорректируем топливной карты. И потом уже все в путь. Сняли клапанную крышку. Распредвал довольно чистый. Ну, вот здесь уже у нас прорыв газа в шум. Судя по распредвалу, сальнику клапана не очень хорошо. Но мотор прямо довольно чистый. Сняли ГБЦ. Из того, что бросилось в глаза, очень бедная смесь. Выхлоп весь белесый. Клапана, свечи, все прям очень белесый. Это явно очень бедная смесь. Это очень вредно для мотора. Чревато прогаром клапанов, детонацией, разрушением поршней. На третьем цилиндре намытый поршень по какой-то причине. Где у него находится лужа. Прям явно намытый. У остальных нагар. У первого почему-то со стороны стенки тоже намытый поршень. Вот здесь вот. Похоже на прорыв масла в теории. Хон заводской на месте. Так, конечно, надо мерить и смотреть по поводу выработки и эллипса. Пробег 65 тысяч. Мотор у нас вынут. Дальше разборка. Дефектовка. И в токарку. Сцепление, сказал, новое. Покупали валио комплект. Выжимной уже начал шуметь. Не мега критично. Но шум уже есть. Сейчас будем доставать поршневую и коленвал. Промежуточный вал. В простонародье именуемый поросенком. В идеальном состоянии. Ни малейших люфтов. Так же, как и звезды привода ГРМ. Не имеет следов износа. Вообще, двигатель довольно чистый. Даже внутри рубашка не имеет следов ржавчины, отложений и так далее. Поршневую выну. Протру гильзы. Покажу. Но даже сейчас видно, что заводской хон весь абсолютно на месте. Даже практически нету потертостей. Виталий ставил 10 тысяч назад сцепление валио. По самому диску. По корзине претензий ноль. Сцепление просто. В идеальнейшем состоянии. Единственное, вчера я показывал. Подшумливает выжимной. По коленвалу. Коленвал в идеальном состоянии. Не имеет ни потертостей, ни задиров. Все вкладыши тоже абсолютно в замечательном состоянии. Сам блок имеет хон. Промерять уже мы выработку и эллипс будем завтра. Померить нам токарь перед росточкой. Ради интереса. Сейчас наш блок. Все навесные запчасти, кронштейны, крышки и так далее. Увозим в мойку. Все это дело мы хорошо отмываем. Блок едет на расточку. А ГБЦ мы пока этим временем будем дорабатывать. Что хочу сказать. По поршневой меня ждало разочарование от заводского мотора. То, что у нас есть тепловые прихваты. Это последствия тяжелой эксплуатации машины. Сам по себе тяжелый кузов. Большие колеса. Внедорожье. На всех поршнях мы имеем довольно сильный тепловой прихват. На фото его не так видно. Вживую он прям очень сильно ощущается. Но это ладно. Что меня немного удивило и разочаровало. Это пропуск газов. То есть вот здесь по бокам. Где поршень не трется. В этой нише. Где находится палец. Мы видим очень грязный, испачканный поршень. Это следствие прорыва газов. И от температуры здесь масло стало коксоваться. То есть мы это имеем на каждом поршне. Для пробега 60 с копейками. Это конечно нонсенс. Вот поршень с моей машины. С предыдущей. Я думаю подписчики помнят ее. Длинная у меня Нива. Которую мне раздавили. МЧСники. Вот этот поршень прошел 55 тысяч километров. Это турбовый поршень с увеличенной лужей 20 кубов. Есть соответственно тоже следы прихватов. Я таскал этой машиной газели груженые по трассе. Но здесь прорывов нету ровным счетом. То есть мы видим абсолютно чистый поршень по бокам. А на Виталийных поршнях прорыв газов шел полным ходом. И это очень удивительно. Добрались мы до ГБЦ. ГБЦ у нас очень немаловажная часть двигателя. И при доработке нужно уделять ей много внимания. Иначе наш подъем объема нужного результата не даст. Если ГБЦ не обеспечит данный объем воздухом. Сейчас наша задача рассухариваем клапана. Смотрим состояние направляющих и самих клапанов. Так рассухарили клапана. Видим вот такую картину. На четвертом цилиндре. На выпуске колпачок слетевший. В начале видео я показывал, что на распредвалу были следы от прорыва газов из-за сальника клапанов. Вот она у нас и причина. Остальные находятся на своих местах. По жесткости сейчас посмотрю. Сняли сальники клапанов. Снимали при помощи вот такого приспособления. Ну, я думаю, у каждого моториста такое есть. Что хочу сказать. Помимо слетевшего колпачка на восьмом клапане на выпуске. Всего два держались нормально. Вот этот снялся единственно тяжело, как должно быть. Порвалась кромка при этом. Остальные сальники буквально слезли от руки. Вот это, конечно, от заводской сборки я такого не ожидал. Вынул я клапана. Здесь у нас не столь все радужно. На четвертом цилиндре на выпускном клапане довольно существенный люфт. Это единственный клапан с люфтом. В принципе, вполне ожидаемо. Четвертый цилиндр наиболее подвержен тепловым нагрузкам. По клапану серьезных претензий нет. Но клапана лучше заменим. Потому что клапана уже не в лучшем состоянии. Менять направляйку буду только одну. Все остальные направляйки в идеальном состоянии. И они заводские. С качеством современных запчастей, я думаю, многие уже сталкивались. И уверенности. Стопроцентной нету ни в каких. Поэтому завтра поеду, куплю сюда направляйки комплект. Потому что по одной, конечно, не продадут. Возьму те, которые говорят, что идут прямо с конвейера. По крайней мере, так говорят. Сколько ставил, вроде проблем не было. И заменю только одну на восьмом клапане. Клапана будем менять полностью все. По поводу впускных клапанов. На каждом впускном клапане мы имеем нагар. Вот это самый чистый, можно сказать, клапан. Вот здесь мы имеем прямо горку. Нагар у них, соответственно, идет у всех. С одной стороны сильнее. Вот здесь также. И, соответственно, вот здесь. Объясню, почему. Клапан у нас стоит вот таким образом. Поток воздуха идет у нас, соответственно, с этой стороны. И со стороны сальника клапана протягивает масло. А воздух идет с этой стороны. Соответственно, воздушным потоком, вот сюда на клапан, начинает снутри налипать у нас нагар. Здесь у нас, как может быть кто-то заметил, прокладка. Это заводской металлопакет. Не отрывая, чтобы можно было спокойно на поверхность сложить ГБЦ, не боясь повредить поверхность. Потому что попозже я плоскость промерю, после того, как голова будет готова. Я думаю, что вряд ли тут будут какие-то у нее искривления и так далее. Поэтому голову фазеровать, скорее всего, не будем. Поэтому пусть будет защищенной. По поводу седел. Каждое седло я прирежу обязательно. Кто-то просто притирает, если никаких особых видимых причин нет. Но я хочу подправить фаски, сделать более узкими. Вот, допустим, на выхлопе фаска явно больше миллиметра. Миллиметра полтора. Сделаю ее миллиметр. Широкая фаска не должна быть. Чем уже фаска, тем больше удельное давление клапана на седло, тем сильнее теплоотдача в момент прижатия. Чем сильнее теплоотдача с клапана в седло и, соответственно, в ГБЦ, тем будет дольше ходить клапан. По поводу каналов. Есть такое понятие, как портинг каналов ГБЦ. То есть, по-русски говоря, увеличение каналов. Есть кто снимает большое количество, скажем так, мяса с каналов. Каналы у нас идут 28 идёт у нас на выпуске и 30 идёт на впуске. На ГБЦ классика можно снять очень много мяса и не бояться затронуть либо масляный канал, либо канал охлаждения. Мы будем снимать примерно 2 миллиметра на круг. То есть, здесь будет 30, здесь будет 32. То есть, без фанатизма, плюс уберём все шероховатости, переходы и так далее. Объясню, почему нежелательно снимать много. Это моё видение, моя точка зрения, никому не навязываю. При большом снятии мяса, будем так называть, алюминия, при большом увеличении канала, можно напороться на уменьшение скорости потока наполнения. То есть, в более узком канале, в определённой степени, воздух набирает большую скорость. Соответственно, имеет большую скорость наполнения через клапан в камеру сгорания. Сильно раздраконив отверстие, плюс, сделав это неграмотно, можно добиться обратной, скажем так, обратного эффекта. То есть, упадёт скорость наполнения цилиндра. Поэтому, вообще, как бы в идеале, нужно отдавать ГБЦ на станок с ЧПУ, на котором сделают вам грамотный портинг, продуют голову в аэродинамической камере и будут видеть, как ведёт себя поток, есть ли какие-то завихрения и так далее. Но у нас, скажем так, в гаражных условиях мы сделаем минимальный набор, который пойдёт нам в пользу, не испортив при этом наполняемость цилиндра. Сразу поговорим про распредвал. Устанавливать, Виталий, мы будем тюнинговый распредвал. ОКБ динамика, 119-й под гидротолкатели. 118-й у нас идёт под мехтолкатели, 119-й под гидроопоры. Основная роль, скажем так, тюнингового распредвала, дать двигателю больше воздуха. Фаза на данном валу у нас 263-я. И поднятие 119-й, соответственно, 119-й миллиметра поднятия клапана. Сейчас дальше расскажу про такое понятие, как шайбы верхней тарелки клапанов, вернее, с распуском. На каждом клапане мы имеем, соответственно, две пружины. Большую и малую. Когда у нас клапан собран, то есть засухарен, пружины сжаты, грубо говоря, пускай, скажем так, на треть, на четверть своего хода, то есть имеют преднатяг. При этом клапан имеет свой максимальный ход, который составляет, ну, в стоке, наверное, что-то около 12-ти миллиметров, 12-ти с копейкой хода. Соответственно, при установке тюнингового распредвала мы сталкиваемся с такой проблемой, что тюнинговый распредвал давит кулачок на пружину более высоким профилем, за счет этого клапан открывается сильнее, и сильнее смыкается пружина. То есть при заводском исполнении клапана и его тарелки при сильном нажатии мы имеем смыкание внутренней пружины до конца полностью витков, то есть витки смыкаются. Это первое. И второе. Чашка. Возьму тюнинговую. Чашка клапана при нажатии соответственно на клапан имеет малое расстояние нижней ее части до кромки сальника. То есть тут у нас сальника нету. Когда будет стоять сальник, то при сильном нажатии чашка вот этой своей нижней кромкой будет упираться в кромку сальника клапана. Соответственно, при запуске двигателя что мы имеем? Мы имеем удары и разрушение кромки сальника клапана и в процентах грубо говоря может быть там в 10-20 мы имеем поломку внутренней пружины. То есть она рассчитана грубо говоря максимально на ход клапана ну 12 где-то меньше где-то больше. У нас 11,9 при стандартном 9,8 если не ошибаюсь. Соответственно мы получаем поломку пружины. для того чтобы избежать поломку пружины и повреждения сальника клапана мы используем тарелки клапана с распуском. Вот как мы видим вот здесь у нас сухари торчат на полтора миллиметра здесь они идут заподлицо. Соответственно мы имеем более разжатую пружину видим насколько выше тарелка и мы имеем на полтора миллиметра более высоко стоящую тарелку и ее соответственно нижнюю фаску. То есть таким образом мы добиваемся первое отсутствие удара вот этой тарелкой по верхней кромке сальника клапана. Второе мы сохраняем преднатяг пружины соответственно ее слегка распустив при максимальном нажатии нашего распредвала преднатяг сохраняется такой же в принципе как и заводской. Соответственно пружина не ломается и нет большой нагрузки на газораспределительный механизм. Вот собственно вот такие вот тарелки специального сплава сплав называется D16T то есть вот они имеют распуск полтора миллиметра. Подведем итоги может быть кому-то надоело слушать все эти рассказы кому-то интересны кому-то нет кто-то может быть со мной не согласен кто-то поспорит кто-то захейтит и так далее. В общем подведем итог по голове мы меняем одно направляющие на выпуске меняем клапана устанавливаем новые сальники клапанов делаем пререзку седел притираем клапана дорабатываем каналы голова моется после этого и собираем соответственно все на новых клапанах и на тарелках с распуском на этом по голове будет все собираем блок блок пришел с росточки смойки ставим новый коленвал новые полукольца новые вкладыши продолжаем сборку коленвал установили установили заднюю крышку коленвала поставили сальник хороший теперь начинаем комплектовывать нашу поршневую начали с третьего ставили покрыли монтажной пастой делаем сейчас нижник и все это дело скомплектовываем собираем после установки каждого штона проверяем прокручиваем коленвал коленвал должен крутиться легко от руки под небольшим усилием никаких заеданий недопустимо вот в принципе и все блок скомплектован насос установлен насос я возил на стенд проверили на холостых на стенде на их показывает два атмосферы это отличные показания насос мы не трогали все у нас легко хорошо вращается поэтому закрываем переднюю крышку закрываем поддон и ставим мотор машину по поводу доработки каналов здесь мы имеем два впускных канала здесь два впускных ну и соответственно выпуски вот до доработки мы видим что у нас здесь явные ступени то есть вот идет край прокладки и вот ступень это впуск соответственно воздух идет в головку и здесь на пути встречает ступени в которые он соответственно ударяется идут завихрения и эти самые завихрения мешают соответственно правильному наполнению цилиндра после предварительной доработки это еще черновой вариант то есть что мы видим ступени у нас уже практически нету то есть у нас остается только вот тут вот ступень по кругу по всему мы ее убрали здесь уже у нас прокладка висит соответственно нужно будет дорабатывать прокладку снимать по кругу чтобы она стояла четко по краю в случае с выпуском будем еще дорабатывать коллектор здесь у нас газы идут из цилиндра вот сюда наружу и упираются в ступеньки в самом коллекторе во впускном то есть там будем дорабатывать чтобы воздух оттуда проходил вот отсюда туда не упираясь ни в какую ступеньку то есть это только начало сейчас будет еще дорабатываться но просто чтобы было понятно основная скажем так роль нашей доработки голова у нас готова притерта канала доработаны заменена направляйка на восьмом клапане у нас ни малейшего люфта нету и новые сальники клапанов виктор рейнс продолжаем сборку ну вот гбц готова все засухарили засухарили сразу на тарелке с распуском полтора миллиметра вот так вот это выглядит сухари заподлицо все каналы доработаны прокладка доработана ставим блок вернее на блок гбц голова на месте все протянули как положено сейчас будем устанавливать гидрокомпенсаторы на место гидрокомпенсаторы перед установкой обязательно надо разрядить слить из них масло ну и далее устанавливаем распредвал разрезную шестерню цепь вставляем фазу гидрокомпенсатор спускаем до тех пор пока он не начнет легко прожиматься сейчас мы устанавливаем на двигатель он проседает настолько насколько нужно клапану и потом остается в этом положении заполняется маслом если его не спустить то мотор будет троить будут зажаты клапана очень долго он будет спускаться в естественных условиях грм весь собран фазу я поставил прикрытие 1,2 миллиметра то есть при ВМТ выпускной клапан должен быть приоткрыт на 1,2 миллиметра ну что осталось поставить рампу коллектор залить масла фильтра и антифризы все дособрано в принципе готово к запуску вот такие горючь смазочные привез Витали синтек и масло антифриз по маслу кстати сразу скажу что у очень многих есть ошибочное мнение что после капиталки мотора надо залить какое-нибудь говномасло извиняюсь за выражение тыщенку проездить и слить это очень ошибочное мнение на как раз таки первые километры на первые обкатку надо заливать масло максимально хорошее потому что двигатель после расточки после шлифовки сборки сейчас будет максимально нагружен будет максимальное трение и нагрузка на мотор поэтому масло должно быть наоборот хорошее а вот поменять его через тысячу это правильная идея ну и вообще масло Синтек написано что там можно на нем ездить 15 тысяч километров сразу скажу что это бредятина полнейшая 5-6-7 тысяч это потолок для этого масла ну и вообще любой мотор желательно 6-7 тысяч менять масло если вы планируете долго и счастливо ездить на этом автомобиле вот Виталия именно с таким интервалом и меняет мотор сами видели внутри был очень чистый что будем пробовать запускать включаем насос работал рампа у нас пустая качаем еще раз и пробуем давление погасло мотор сперва первые секунды без давления шумно работал давление пошло красота сейчас будем прогревать мотор доливать антифриз выгонять воздушную пробку друзья сегодня 26 мая приехал я забирать автомобиль пригонял я Василию 15 мая полностью Василий расскажет о проделанной работе подскажет мне как мне эксплуатировать в ближайшее время автомобиль как мне обкатать всем здравствуйте еще раз начнем с самого начала что Виталий пригнал автомобиль для повышения мощности двигателя которого мы решили достичь путем увеличения объема двигателя и увеличения продувки ГБЦ мотор был весь разобран дефектован напомню мотор пробежал 65 тысяч но пробежал в тяжелых условиях так как у Виталия автомобиль на лифте на больших колесах блокировки занижения силовые бампера багажник в общем как Виталий говорил общая масса полторы тонны автомобиля постоянно используется на оффроуде соответственно мы имели проблему с охлаждением несколько раз был перегрев что мы увидели разобрав мотор что на поршнях есть тепловые прихваты на юбке плюс шел уже скажем так масложор который я увидел изначально только открыв клапанную крышку по распредвалу что дальше подтвердилось когда рассухарили ГБЦ я увидел что на четвертом цилиндре слетевший один сальник клапанов остальные тоже были не в очень хорошем состоянии снимались буквально от руки по поводу низа ради интереса замерили блок блок был у нас естественно заводской стандартный выработка была прям минимальная для такого пробега что-то в районе пары соток то есть абсолютно не критичная хон был на месте задиров не было по поршням я уже сказал что были тепловые прихваты плюс сквозь кольца уже пробивались газы то есть поршень был весь копченый на видео по-моему где-то это было я снимал вот коленвал в идеальном состоянии шатуны господи вкладыши и так далее то есть все было нормально то есть мы мотор весь разобрали отдал я блок на расточку расточили нам последующий размер то есть вообще что мы делали мы заменили коленвал с увеличенным ходом поставили шатуны более длинные и другие поршня соответственно низ переработка низа нам дала увеличение объема до 1900 кубиков по ГБЦ что мы делали по ГБЦ был сделан портинг каналов не мега запил скажем так но убрали по миллиметру на круг расширили каждый канал впуск-выпуск убрал я все неровности совместил с коллектором чтобы не было ступеньки по клапанам клапана заменили поставили новый потому что клапана были не в очень хорошем состоянии и на четвертом цилиндре на выпуске была разбита направляющая клапана была заменена только одна потому что остальные в хорошем состоянии заводские я не стал трогать потому что завод есть завод поэтому пришлось заменить одну направляющую седла все прошорошил поправил фаски потому что на выпуске фаска была порядка полутора миллиметров это довольно много потому что лучше делать до одного миллиметра 0,9 миллиметра для чего нужна фаска более узкая объясню что чем уже фаска тем сильнее прилегание клапана к седлу соответственно это дает лучшее остывание клапана когда он прижимается к седлу он передает тепло с себя через седло на ГБЦ таким образом остывает соответственно когда клапан лучше остывает он дольше ходит и меньше вероятность прогара клапана заменили также новые саленки клапанов Victor Reigns поставили плюс по головке поставил я новые тарелки клапанов с распуском вот Procar полтора миллиметра потому что у нас установлен распредвал УКБ динамика 119 вал под гидротолкатели у него подъем 11,9 против 9,8 стандартного поэтому у нас большой риск смыкания клапана то есть это чревато поломкой пружины обычно внутренней по практике и ударом тарелки клапана по кромке сальника соответственно сальник выходит из строя поэтому пружинную получается на полтора миллиметра распустили чашка стоит на клапане выше на полтора миллиметра чем стандарт что дает нам запас для работы именно 119 распредвала разрезной шестернем также установили это обязательное условие для установки тюнгового вала потому что вся скажем так суть распредвала точно выставить перекрытие для этого есть заводские характеристики валу которые рекомендуется заводом у данного распредвала 1,2 миллиметра перекрытие именно с помощью разрезенной шестерни это все и выставляется просто так поставить по меткам со стандартной шестерней полная отдача вал не даст это 100% по навесному мы ничего не трогали как бы ни генератор ни помп все это в хорошем состоянии залили новое масло хочу сказать по антифризу я уже в видео говорил что приятно удивил блок своей чистотой рубашки честно сказать первый раз вижу обычно все на капиталку приезжает машина уже там пробег под 200 и не первый раз деланный и так далее то есть имеются следы коррозии раковины на ГБЦ соответственно блок в шубе в конкретной ржавой у Виталия блок в идеальном состоянии прям честно порадовало ну как Виталий говорит что он раз в 4 года антифриз стабильно меняет и это правильно потому что антифриз как и масло точно так же теряет свои свойства точно так же в себя продукты износа вбирает поэтому его менять нужно обязательно что Виталий и делает по поводу масла что хочу сказать мотор тоже был довольно чистый внутри даже несмотря на то что небольшой пробег как бы никаких сажевых отложений никакой грязи в поддоне и так далее то есть Виталий большой плюс скажем так молодец масла и тех жидкостей меняет вовремя поэтому никаких лишних в двигателе отложений и грязи не было теперь по поводу того что мы хотели сделать и что сделали не сделали сразу для такого конфига скажу что родных форсунок с производительностью 130 кубиков мало потому что родной мотор имеет объем 1700 кубов сейчас у нас мотор 1.9 соответственно у нас объемная эффективность мотора изменилась проще сказать мотор стал потреблять больше воздуха чтобы наполнить цилиндр ему нужно сейчас большее количество воздуха плюс у нас доработанное ГБЦ и стоит распредвал соответственно пропуск воздуха в двигатель увеличен и топливная карта которая идет заводская рассчитанная на объем 1.7 под объемную эффективность этого мотора он обеспечивается получается форсунками родными заводскими на 130 кубиков на данный конфиг нам теперь необходимо установить форсунки производительностью примерно 200 кубиков мы выбрали самый скажем так бюджетный и грамотный вариант это форсунки от Газели от Волги это 107 Бош который имеет производительность 200 кубиков при 3 барах но к сожалению у нас в связи с паводком с настройщиком он тоже дом у него утонул не смогли мы с ним договориться по времени отшить машину то есть мы должны были установить форсунки сразу же он должен был подкорректировать программу запустить и поехать с ним катать просто так сейчас Виталий поставить и отправить на родной программе мы не можем потому что бортовой компьютер регулирует подачу топлива только временем открытия форсунки больше ничем он не может и его родная программа рассчитана на производительность 130 кубиков вот у нас 130 кубов он открывает допустим на холостых на 2 миллисекунды сейчас он будет также открывать на 2 миллисекунды но только у нас лить будет вот столько соответственно мотор будет сильно богатить будет смывать масляную пленку в цилиндрах и мотор будет испытывать масляное голодание ну и соответственно поршневую мы все подерем поэтому Виталий сейчас едет на родных своих форсунках на стандартной программе обкатывает да обкатывает мотор в щадящем режиме как в принципе и любая обкатка, ну, сколько у него там по времени получится, там, около недели, ну, хотя бы тысячу-полторы нужно проехать. То есть, чтобы мотор притерся, чтобы он не испытывал лишних механических потерь. Потому что при настройке на необкатанном моторе, у которого есть мех потери, будет все настраиваться с учетом нынешних показателей, где мотор чуть-чуть тяжеловат, ему нужно чуть-чуть больше воздуха. Плюс из-за нагрева придется валить углы зажигания, чтобы не было детонации. Поэтому мотор должен быть полностью откатанным, не иметь лишних мех потерь, не греться и так далее. Поэтому Виталий сейчас машину забирает, обкатывает, полторы тысячи проезжает, меняет масло, опять же, на новое, и, соответственно, уже едет настраиваться. Ему устанавливают форсунки, и, соответственно, уже правят программу, заводят, и ему будут уже откатывать машину. Но это я уже буду делать у себя? Это уже, да, Виталий будет у себя в Оренбурге делать, у нас сейчас, к сожалению, с настройщиком проблемы. Ну, я думаю, когда все Виталий обкатает, когда ему сделают программу, будет приятно удивлен. Мотор должен ехать хорошо. По расчетным данным, 120 сил это должно быть по минимуму. Плюс мотор должен быть моментный во всем, скажем так, диапазоне работы. То есть, увеличение объема нам даст низа, потому что низа всегда дают момент. А доработанная голова из 119-й вал, у которого характеристики, как пишет производитель, рабочая зона с 1000 до 6500. Но это все-таки немного верховой вал, то есть он даст верха. Наш стандартный вал заканчивается где-то на 4500. Все, дальше он уже не обеспечивает подачу воздуха в головку. Мотор ревет, но эффективности от него нет. У него кривая, если график посмотреть, логичнее, то у него до 4500 примерно идет кривая момента вверх, а потом уже резко падает вниз, потому что эффективности от мотора нет, он только ревет. С данным валом мотор, я так думаю, что 1000 прям минимум, до 5500 полка не должна падать. По сцеплению у меня все нормально? Да, сцепление металлю менял 10 тысяч назад, поставил валю. Я много видел сторонников валю, много противников. Лично я всегда завалил. У меня на всех моих нивах валю стояло, там в моих нивах порядка 180 лошадей. Не раз у меня не было проблем с сцеплением. Виталий на сцепление проехал 10 тысяч. В идеальном состоянии я на видео снимал. Ни малейшей выработки, ни посинения какого-то, ни перегрева. Единственное, выжимной чуть-чуть был суховат, смазал выжимной. Не удалось, в основном я. Ну, как бы сразу, Виталий говорит, ставили, как бы немножко ему понравилось. Поэтому лично я рекомендую валю. Ну, тут, как говорится, на вкус и цвет сторонников. Валю и противников столько же хватает. Спустили мы мотор. Работает мягко. Никаких стуков я не слышу. Выезжаем. Василию большое спасибо. И едем обкатываться. Автомобиль я забрал. До Оренбурга 280 километров. Давайте объявим начало жизни нового двигателя. У нас сейчас с вами пробег 66,745. Кому будет интересно, или когда буду продавать, например, я двигаю автомобиль. Запомните. 66,745. Проехал парня около 60 километров. Температура двигателя. Все держится. Где-то 8,6. Едем с вами 90 километров в час. Мотор не греется. Все прекрасно. Красивый вид. Сегодня тепло. Около 25 градусов обещаю. Проехал первые 109 километров. Остановился. Посмотреть. Да, двигатель интересный. Интересно работает, между прочим. Посмотреть масляные какие-нибудь потеки. Вроде такого ничего нет, что забрезгано маслом. Василий мне сразу, видите, установил новые патрубки. Все новые патрубки. И спички. Тоже новые патрубки. Говорит, что были уже не в очень хорошем состоянии. Заводские патрубки. Поэтому тоже на это обратите внимание. И вовремя замените. Все, друзья. 280 километров. Первых на этом двигателе позади. Я приехал в город Оренбург. Вот осталось буквально проехать немножко. На улице у нас сейчас 25 градусов. Очень сильный ветер ехал. Ветер был мне встречный. На педаль газа откликается поинтереснее. Хотя сейчас что-либо говорить рано. Так как прошивочка старая стоит. Обкатаем, сольем. Тогда поедем. Если дальше. Как видите, температура двигателя в норме. Хотя, говорю, ехал на ветер. Было тяжело. Вот. Все пока идеально. Останавливался два раза. Каждый 100 километров останавливался. Смотрел. Чтобы не было нигде потеков. Давайте, наверное, подводить итоги этого видео. Думаю, на этом видео будем с вами заканчивать. Обязательно. Кто не посмотрел первую часть видео. Где вы можете посмотреть, с чего все это начиналось. Перейдите в первый закрепленный комментарий. Или в описании под видео будет ссылочка на первое видео. Будет также третье видео. Потому что в одном видео все уместить у нас не получится. В третьем видео мне нужно будет найти, кто мне грамотно подкорректирует электронный блок управления. Мы с вами в третьем видео должны будем поставить другие форсунки. Должны сделать грамотную прошивку. Найдем, кто это будет делать. И в третьем видео мы с вами поедем уже тестить. То есть тысячу километров я проеду. Уже обкаточку пройду. Масло поменяю. Делаем мы с вами уже программное обеспечение. Правильно. Со всеми углами. И уже поедем покорять горы. И уже там, я думаю, будет видно, стоило нам с вами двигатель модернизировать или не стоило. Ценник двигателя можете у меня спросить. Перейти в телеграм-канал Нива 007. Нас, Нивоводов там очень много. И там, в принципе, уже ребята. Вот я еду. По дороге мы с ними уже общались. И ребята, в принципе, знают стоимость данной конфигурации. Продолжение следует.